Всем привет, вы на канале CryptoCommons, быстренький апдейт по битку. Достаточно важный сигнал загорелся у нас с вами на TRDR, на часе. Мы здесь видим довольно-таки сильную плотность покупок. И что характерно, ребята, мы сейчас пробежимся по разным таймфреймам и посмотрим, о чем это нам может говорить. Куда пойдет цена в ближайшее время. Значит, смотрите, тут у нас был сильный блок продавца. И как мы видим, если отдаляемся, то его тут было очень много. То есть на старших таймфреймах тут в основном сидел продавец. Но прикол в следующем, что смотрите, на более младших таймфреймах, на 15-ти минутке, он, кстати, достаточно идеально отрабатывает. Это для тех, кто торгует внутри дня, мне кажется, очень мощный инструмент. Для тех, кто не знает, кстати, это TRDR называется, ссылка в описании, одна из первых ссылок. И как его настроить тоже, это офигительный скринер. Но это платный сервис, он стоит порядка 300 евро в год подписка, можно оплатить криптой. И по нашей ссылке дополнительная скидка, так что торопитесь успеть. Короче, что он делает? Он подгружает данные со всех стаканов, всех ордербуков, всех бирж, как вы видите. Binance, Bitfinex тут и прочее. Соответственно, это не какая-то там туфта, а это настоящая дата, настоящая инфа, где сильные плотности лимитные покупатели и продавца. Но, смотрите, в чем прикол. На 15 минутке он не всегда настолько валидный. То есть, вот пример, нас тут откупили, в итоге цена ушла еще вниз. Да, мы потом, конечно, вышли выше, но тем не менее. Кстати говоря, мы с вами распознали вот здесь вот этот паттерн, типа, не очень явные, но головая плечи, который у нас с вами отыграл вот буквально вчера до своей цели. И, кстати, здесь точно эта цель, которую мы с вами отмечали, здесь точно и появился продавец. Поэтому, друзья, надеюсь, что вы подписаны к нам также в Телеграмчик, потому что там много-много всего интересного и гораздо больше информации, чем в Ютубе. Потому что, ну, не будешь же пилить видосы каждый божий час, правильно? Вот. Кстати говоря, вот подтверждение моих слов. Смотрите, я вчера об этом сигнале написал. Ну, точнее, как вчера. У меня это вчера, у вас уже сегодня. Короче, 9 часов назад я написал об этом сигнале в Телеге именно первом. Так что, да, и самое главное, что мы обсуждали здесь 4-часовой таймфрейм, поэтому давайте к нему и перейдем. А то что-то я уже заболтался, я хотел сделать это видео коротким. Короче, на 15-ти минутке это не особо валидные сигналы, как вы понимаете, потому что их может пробивать. Я здесь еще сомневался, говорил вам, что фиг знает, чуваки, потому что на часе, на часе там ничего не было, видите? На часе не было ничего, а в этом случае на часе уже появилось что-то. То есть это достаточно серьезная плотность, в отличие от предыдущей. Но дальше наступает самый прикол. Смотрите, то есть получается, что нас зажали между вот этими вот уровнями, и это уже такой узкий диапазон, на самом деле, это флэт. Очень узкий получается. Кстати говоря, это по эфиру было виднее еще раньше, что эфир откупили. Но теперь вот, смотрите, в чем самая тема. Двухчасовик. Двухчасовик пропал. Продавец, видите? То есть, как я понимаю, это значит, что продавец не такой сильный на старшем таймфрейме, чем покупатель здесь. То есть здесь пришел реально какой-то сильный, серьезный покупатель. Вот что мы видим из этого. Ну и дальше, если мы посмотрим на трехчасовик, тут непонятно, почему на трехчасовике есть продавец и нет покупателя. Вот это мне непонятно. Это к нам придет Джо Сасс расскажет. Может быть, кстати, это какой-то глюк с двухчасовиком. Но на четырехчасовике все подтверждается. Смотрите, на четырехчасовом таймфрейме у нас вообще здесь не было продавца. Ну, как бы он был, вот красный, но то, что он не был окрашен желтым, это значит, что это не экстремумы заявок. Вот и все. Поэтому у нас теперь с вами появился вот такой вот каналчик. Вот что я вам хотел сказать в этом апдейте. У нас появился канал по биткоину. По биткоину у нас появился вот такой вот плюс-минус канал с вами локальный. То есть, это те уровни, от которых мы видели с вами последнюю сильную реакцию. Продавца вот здесь и покупателя вот здесь. Что это за уровни? Это нижняя граница канала 66200, верхняя граница канала 71600. Вот, собственно, друзья мои, это я вам хотел сказать в этом апдейте. Как бы, опять же, это не значит то, что мы теперь никогда не уйдем ниже 66 или там не поднимемся выше 72. Это просто говорит о том, что здесь сильная проторговка в этом коридоре. Поэтому здесь можно как и скальпить пробовать, да, там со стопами за эту зону. Так, и просто учитывать этот анализ в своем, там, не знаю, в своем долгосрочном инвестировании, что здесь у нас реально пришли и откупили. Также вот с такой же силой, как откупали вот здесь. И обратите внимание, это было хорошо. Поэтому, возможно, еще раз говорю, возможно, ничего не точно, но есть у меня мнение, что все-таки медведи сейчас будут сначала выносить. То есть мы, грубо говоря, пробьемся из этого канала наверх. И потом все-таки будет, я думаю, шартовая волна. Обязательно она будет. Может быть, чуть позже, ребята, может, чуть раньше. Но как бы дадут еще всем и купить ниже, там, и все остальное. Ну, а у меня, что касается моих позиций, у меня какой-то винегрет вот тут в разнобой красно-зеленый. Я вчера открывался, ну, опять же, часов 10 назад я открывал позиции вот здесь вот. Поэтому, грубо говоря, особо пока профитом похвастаться не могу. Но, может быть, это и как раз хорошо. Потому что, когда я захожу, когда я уже стримлю с хорошим профитом, люди пишут гриня, ты бы лучше сказал, когда ты в сделку зашел. Вот я в нее зашел, ребята, чтобы вы понимали. Но дисклеймер, не финансовый совет. Стопы обязательно ставьте, если вы в лонгах, потому что сквизить будут всех. Если вы в шортах, тем более ставьте стопы. Ну, а также ставьте лайки, если вам нравится такой контент. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать следующие выпуски. А по эфиру, да. Вот, давайте еще в завершении глянем, скажем, отметим, что по эфиру, да. По эфиру смотрите, какая здесь плотность. Еще более серьезная. По эфиру здесь более того, что не было продавца уже за последним разом, но пошла очень серьезная плотность покупателя. То есть, еще раз, такие сигналы, это не значит, что прям разворот. Но это значит, что как минимум флэт идет от этого уровня долгий. Видите? Здесь, здесь и так далее. Так что вероятен флэт, друзья. Если будем пробивать продавца сверху по биткоину, ну и по эфиру тоже здесь, то вероятен, в принципе, и памп. Так что, как-то так. Не знаю. Надеюсь, вам зашло. Это было полезно. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. А, это я уже говорил. Вот. И помните, что мы только-только входим в фазу экспансии этого бычьего ралли. Еще ничего толком даже мы не видели, на самом деле. Поэтому, ребята, держитесь крепче и всем удачи в торговле. И скоро увидимся. Пока.